и снова здравствуйте всем привет и так получился вот такой вот персонаж вот такой вот раскраской вот такой вот фейс лица давайте вставим ему кости и заставим двигаться shift а сочетание клавиш арматура сингл бон и опять же забываю скрин коски для тех кто будет пробовать это дело сделать помощь так сказать вот это все нажатия клавиш так выбираем косточку ставим ее опять же я по дисплеем спереди чтоб видеть только на нампаде заходим в edit mode английская а выбираем кость перекручиваем ее делаем ей с помощью мов чтобы было поровнее все это дело подгоняем значит сзади части к этой вот так выбираем верх кости низкости как он тут дублируется и погнали значит е е е так вот здесь смотрите здесь идет стык шеи значит нужно ее поймать как-то наверное вот в эту сторону ну да и от нее начинаем плясать даже можно и вот поближе сюда нас подвести где она будет именно заворачиваться так по моему так ну да если что потом буду переделывать так и погнали опять же шею выставляем так здесь у нас стыковка идет там на стык после здесь будет поворот одна большая кость сюда при 1 кость на голову так есть такое дело теперь английская и вытаскиваем косточку альпи клеерпирам подсоединяем это значит g подставим ее на нижнюю челюсть и стыковку делаем именно вот на вот этот край вот по этой части чтобы она сгибалась как теперь что сын еще раз одну вытаскиваем косточку дублируем вытягиваем ее он ставим на морду можно даже и чуть-чуть же вот так поровне и поставим так есть такое дело теперь можно вытащить еще одну косточку альпи клеерпирам это опять же по прошлым роликом это будут зубы с уменьшить сырки тоже чуть пониже там поставить чтобы не связывались они здесь весами вяжем нижнюю челюсть к нижней челюсти ctrl-p keep all set нижние зубы к нижней челюсти верхние зубы вяжем к верхней челюсти ctrl-p keep all set выбираем теперь вот эти вот косточки и вяжем их голове ctrl-p keep all set так здесь у нас присутствуют уши сейчас по ушам тоже пройдемся сначала давайте вот эту часть по моему что-то мне не нравится вот так как бы она должна быть да вот на стык вот этот переведу нормально теперь вытаскиваем из таза из хвоста кость альпи клеерпирам подсоединяем так смотрим как она тут будет вертеться крутиться и g эту косточку чуть подальше а вот эту на стык хвоста и вяжем вот эту кость выбираем левая кнопка мыши вяжем ее в тазу ctrl-p keep all set теперь вытаскиваем уже косточки именно хвоста все нормально здесь все зашибись теперь нужна будет косточка единица на упаде значит е вытаскиваем кость альпи клеерпирам так это соединяем и перекручиваем игры это должна у нас быть значит ты еще пониже тройка на упаде тройка на упаде р это будет типа как ключица вот мы сразу включиться и поставим вот сюда а эту часть уведем чуть вбок так тройка на упаде значит можно тут еще идем на грудину вывести а теперь делаем вот так нет и гранили либо потом е до значит ну тогда колено как он весел не не помню здесь цельная должна быть или нет да пускай так пока будет значит так е выводим на низ единица на упаде G подгадываем прям по лапе выводим точно на колено вот этот изгиб делаем теперь что у нас тут получается тройка на нампаде значит сначала вытаскиваем управляющую кость alt p clear parent и теперь значит на копыта так это е будет цельная ну надеюсь она ее всю потянет вес она значит так теперь эту кость вяжем к этой ctrl p и pop set ну и с этой стороны делаем то же самое сначала е вытаскиваем кость alt p clear parent тройка на нампаде значит так это у нас g идет сюда и е значит идет на колено идет на еще одно колено е выходит на лапу и косточка е выходит на лапу смотрим как тут все попало ну с этой стороны вроде то попало значит G подправляем смотрим сверху смотрим сбоку вытаскиваем тройка на нампаде е управляющую кость alt p clear parent вяжем эту косточку к этой ctrl p и pop set ну и в принципе с этим делом все понятно да так потом здесь возможно нужно будет еще кое добавить на грудь чтобы грудь не провисала так ну и что остается остается значит у нас глаза ну глаза и ошибки я не сделаю моргания там еще что то тут единственное теперь вот уши давайте с ушами разберемся значит E вытаскиваем кость alt p clear parent значит G английская опускаем подгоняем прям к уху вот так 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 теперь английское перекручиваем S уменьшаем и по прошлым роликам опять же это видите подставляем ее сейчас я переключусь в рандом вот подставляем ее прямо на стык вот этой части так теперь от нее E косточку можно цельную отводить ну в принципе да это значит G чуть поменьше так G прям в ухо заводим и выбираем косточку ухо и вяжем ее в голове вот эту нижнюю ctrl p и после она должна быть неподвижна вот это будет управлять всей этой штукой так рогам не знаю надо вставлять нет они у него все подвижные будут или нет ну давайте вставим тоже прикольно будет так E вытаскиваем косточку alt p clear parent это значит G точно так же подставляем так G подставляем S уменьшаем чтобы чайник здесь не двигался то без голова а вот от этой косточки будем уже ну две вытяну вдруг придется как-то их сгибать да так это значит L перекрутка D уводим на нашу вот эту штуку так а вот эту вяжем в голове так это ctrl p и попс так на глаза желательно еще конечно на глаза косточки поставить косточки ну это вот и потом ладно так стройка на нампаде ну вроде по простенькому ничего не забыто так вот это все теперь выделяется на стоп вот эту кость в тазу ctrl p и так выделяем все кости которые нам нужны никакую не забываем так теперь косточки врагов и косточки ушей тоже почему потому что они будут дублироваться на другую сторону так делаем shift справа отступка мыши мира из глобал и перетягиваем на вот эту сторону так ну вот и все тут сейчас еще с грудиной разобраться чтобы ничего тут не ломалось выбираем теперь все кости выбираем персонажа выбираем через левую кнопку мыши кости так стройка на нампаде и сейчас я вытащу зубы сразу чтобы они не привязались именно весами так ставим ориентацию по геометрии делаем R ставим на вот эту косточку а это тоже по геометрии значит R G ставим на эту кость так в принципе должно нормально быть теперь выбираем персонажа выбираем кости ctrl p c c c c c c теперь выбираем зубы через шифт выбираем значит кости заходим по смот выбираем косточку это значит ctrl p бомб вяжем следом выбираем еще верхнюю челюсть зубы и через шифт косточки опять опять же по смот теперь к этой кости ctrl p бомб вяжем все нормально заходим в object mode выбираем глаза убираем кости заходим в post mode и я их пока в чайнику привезу ctrl p бомб так есть такое дело теперь только убираем кости так object mode выбираем кости заходим в post mode ну и давайте так значит с помощью MOV будет наверное получше и почетче так это значит g ну вот эту косточку тоже r g r ага так это значит вот сюда так потом если что подправить теперь назначаем inverse cinematic вот эту косточку управляющую через shift вот эту ctrl shift c делаем inverse cinematic заходим ставим ее на три кости давайте так не эта кость так ctrl z нет не ту косточку выпрал так внутри опа а персонаж у меня-то не привязался так ну не суть вопроса сейчас привяжется это значит проблемы в сетке где-то тоже на три кости здесь тоже ctrl shift c inverse cinematic на три косточки ну и тут тоже на три косточки ctrl shift c inverse cinematic на три кости следом тройка на нампаде выбираем вот эту кость так вот эту кость и вот эту ctrl shift c inverse cinematic удаляем таргеты и ставим на раз два три четыре пять костей так а ну-ка проверяем g нормально ctrl z на шесть костей вот теперь будет зашибись так теперь нужно привязать персонажа правильно что с ним не так ctrl p и будет автоматик визит матюкается ничего сейчас мы сделаем n-панель и применим 3d-print чекал так будет чекал так чекал так это пойдет пробуем если сейчас не привяжутся еще один способ по прошлым роликам нет не так у нас тут двойные вершины и выбираем персонажа заходим в edit мод находим mesh by distance вот клей up теперь должно сработать ctrl p будет автомат нет не хочет почему такая штука ну-ка edit mode опять же mesh так так edit make geometry merge by distance конверска m так ctrl p и ой автоматик вон и короче не хочет да и пробуем его привязать ctrl p пусть автоматик опять матюкается да что ты что в нем не так что с сеткой вопрос так попробуем значит сетку теперь decimate нить еще разок так и все привязалось теперь выбираем значит кости так сначала персонаж шейдер smooth что тут у него присутствует у него тут не норма ничего но это я потом вставлю так ладно вставим c c c c c c c c вот вот эту часть тоже delete ну и сюда вставляем наши развертки значит color это это у нас roughness displacement и т т т т roughness так это у нас normal map но это у нас displacement ну вот как то так же пикуляр поменьше выбираем теперь кости и заходим посмотрим так теперь нашего персонажа вот вот как работает лапа так она должна сгибаться в другую спорную так тройка на нам западе включаем видимость костей заходим в edit mode и вот эти все части так вот эту часть выравниваем получается нам тут она и нафиг не нужна две кости две кости не надо нам так так а эти значит вперед а эти значит чуть-чуть назад перевязываем модель control п вот автоматик вот все теперь линия сгиба будет это посмотрим это выбираем кости то и так g вот эта лапа нормально будет работать так ctrl z единственное что ее тоже исправить надо так выбираем пусть и false mode так это значит вот эту часть вверх и вот эту вверх или давайте по одной тогда так это нафиг я в моде мне надо выйдет мод так g это сюда а это g сюда все линии сгиба теперь будут так теперь тут нужно так как то наверное перевязку делаем по новой ctrl p путь автоматик выйдет выбираем кости заходим по ну вот уже здесь адекватно она ведет себя надо еще ctrl z добавить значит косточки на грудину так это если он будет приседать а кости не привязаны косяк значит вот эти две кости вяжем к позвонку ctrl p и object mode то вот тройка на нам поди так опускаем значит нашего персонажа так ну вот он уже адекватнее работает да ctrl z что ему тут не хватает если я сейчас буду работать значит с лапами в принципе чушей это она должна на месте оставаться так же ну да можно конечно еще отсоединить эту косточку чтобы ее двигать так это значит нужно r а это значит косточку пониже так хвост вниз и получается вот такой персонаж лапы работают все работает все гнется ну а там уже в процессе анимации так возможно где-то что-то нужно будет доработать изменить так тройка на нам поди так смотрим что так вот это я все сразу сохранил файл сейп значит этот персонаж будет ссылка на скачивание в описании если кто-то захочет с ним поработать то пожалуйста так это есть да получается если я делаю r то у меня глаза далеко по уходили вот с глазами сейчас разобраться так ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z выбираем зеньки это в обжиг нот уже выбираем зеньки делаем с делаем g ну вот уже как бы получше будет наверное ну да глаз побольше стал так тут челюсти мне немножко подкорректироваться так выбираем кости полус мод выбираем косточки челюсти и подгадываем чтобы они не упирали так ну и с этой тоже самое так же можно добавить еще язвык ему будет так ну и все какие нибудь приколюхи так еще немножко потестить так это значит g так это значит r так это значит r так вот эти лапы надо по-другому настроить так это значит строится на нампаде вот это вот это вот так возможно даже им ориентацию надо поставить на колени давайте сделаем ориентацию на колени так это edit mode выбираем косточку вот эту вытаскиваем е пусть alt p clear parents вытаскиваем вперед большая она не нужна делаем ее поменьше s и вяжем в копейкости control p и полсет так теперь нужно ее продублировать семерка на нампаде 6d мира x global отвести ее в бок на это колено и привязать к этой кости control p и полсет заходим в object mode так пардонте wait post mode выбираем inverse kinematic добавляем арматура добавляем наименование кости это значит 55 и 56 значит на этот эмиров kinematic ставим влияние на 55 кость так ее выкрутила это не проблема ставим 90 нет тогда ставим 180 все на 180 колено выкрутилось нормально ну и тут тоже самое повторяем арматура так арматура и это уже будет 56 кость 56 enter это ровно стоит не выкрутилось ну поставим ей минус 180 так как это уже другая лапа и теперь name отключаем проверяем если мы g как не понял так control z нет это не это не связалось control z так и так и так и вяжем в чем проблема это так 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 вот 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 и отвязано от ноги а не не привязал не поставил этот 56 enter вот вот теперь работает это мы теперь можем уводить в бок и колено колено будет смотреть вот именно за этой косточкой 1 это выбрал опять так вот она так а вот здесь наверное все таки на грудь нужно поставить одну кость видите выкружка идет ctrl z ctrl z давайте добавим значит еще одну кость стройка на нам падень вот с этой вытащим для alt и clear parent это значит мы ее g опускаем вниз и просто оставим здесь ее быть когда же можно ее немножко и подальше вот сюда вот так поставить чтобы она занимала большую часть назначила веса так ну и все ее теперь нужно будет привязать ctrl p c object mod новая кость появилась нужно перевязать ctrl p будет automatic widget выбираем кости заходим pause мод и нужно теперь потестить как она будет работать так g ну здесь бы тоже одно добавить так ну здесь уже допустим вот она оттягивается так ctrl z ctrl z c 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 садиться. Надо поглядеть как у него переднее устроено, и углу еще попадать. Это значит вот сюда надо загибаться, тут еще углу нужно делать. Или вот так вот, L. Возможно еще ключицу можно отвязать. Ну да. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Заходим опять же в Edit Mode. Вот теперь нормально. Edit Mode. Возможно еще как-то ниже надо убрать или сбоку ввести. Ну и с этим я еще поразбираюсь, потом посмотрю на рев какой-то, как у меня тут анатоний идет, забыл я. Ну задний это понятно. А передний, возможно, тут нужно на две кости всего поставить, и будет зашибись. Ну вот, такой, значит, персонаж получился. Поставим солнце 7000. Enter. Ну, прикольно выглядит это. Можно уже мультфильм какой-нибудь снимать. Еще понаделось верблюда. Хотел сделать верблюда и какого-нибудь там еще персонажа. Вот три персонажа можно будет использовать в каком-нибудь мультфильме. Уже, значит, здесь поднимеку есть, зубы есть. Все нормально, значит. Всем пока, до свидания. Вот этот персонаж будет именно файл под роликом на скачку. Субтитры сделал DimaTorzok.